Крузенштерн, Николуха Маклай, Биленсгаузен, Лазарев, Литке и другие легендарные мореплаватели — символы морской романтики. Благодаря экспедициям русских путешественников удалось описать важнейшие природные явления — открыть ранее неизвестные территории, а также нанести русские топонимы на карту всего земного шара. Меня зовут Дмитрий Аксенчик, и в видеопроекте «Русский атлас» мы вместе с Николаем Николаевичем Миклухом Аклаем, потомком великого путешественника, поговорим о невероятных временами опасных странствиях. И нашу передачу мы делаем в рамках масштабного проекта фонда имени Миклуха Маклая «Русские географические названия. История открытий». Проекта, подготовленного учеными, учеными Российской Академии наук и Института Востоковедения, что станет хорошим подспорьем для уже мирового атласа русских топонимов, представляющего всесторонний вклад россиян в изучение нашей планеты. Итак, наше путешествие начинается. Присоединяйтесь! Иван Федорович Крузенштерн и Юрий Федорович Лесянский первыми гордо пронесли наш флаг через все океаны планеты, возглавив первое русское кругосветное путешествие. Какой толчок это дало России, миру и будущим путешественникам, нам расскажет кандидат исторических наук София Поле. Здравствуйте! Здравствуйте! Что касается Крузенштерна, по рождению ведь он далеко не Иван и тем более не Федорович. Как получилось, что он взял русское имя? Ведь изначально он был Адам, Иоганн Адам фон Крузенштерн. С 12 лет он отправился учиться в Санкт-Петербург, в морской кадетский корпус. И там познакомился с интереснейшим человеком Юрием Федоровичем Лесянским. И когда нужно было обязательно себе взять отчество русское обязательно, то он взял отчество, которое принадлежало Лесянскому Федоровичу. И так два друга стали два Федоровича. И, соответственно, вместе мечтали о таком профессиональном подвиге. Ну, больше всех, конечно, мечтал Иван Федорович Крузенштерн, а Лесянский был его самым надежным человеком, которому он в том числе доверил покупку и закупку всех необходимых приборов научных, которые они с собой взяли в путешествие, и даже двух кораблей. Иван Федорович, конечно же, был идейный вдохновитель этого мореплавания, потому что он подавал прошение императору. Было ему отказано, так как не было средств, возможностей, смысла тогда еще не видели в этом. История плавания российского флота – его стихия. Автор многочисленных монографий, учебников, более 350 научных работ. У нас в студии доктор исторических наук, профессор Александр Яковлевич Массов. Здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Почему в экспедицию Крузенштерна и Лесянского изначально не верили? Вот император Павел I вовсе назвал эту идею полной чушью? Дело в том, что до Крузенштерна и Лесянского русский флот, по большому счету, за пределы Средиземного моря не выходил. А тут огромное кругосветное плавание через три океана – Атлантический, Тихий, Индийский – это очень дорогое удовольствие, во-первых. Во-вторых, это требовало исключительной кадровой подготовки моряков, кадровой подготовки флота. Павел I просто не верил в то, что это возможно. У Павла просто кругозор был, не такой широкий и не такой дальновидящий, как у Екатерины II. Поэтому он отнесся несерьезно к планам организации экспедиции. Вы знаете, что первый проект Крузенштерна был отвергнут, потом будет второй проект, уже при Александре I. И этот император, молодой, энергичный, он поддержал. Поэтому экспедиция состоялась. Какие стояли задачи перед экспедицией и как пролегал их путь? Ведь если мы посмотрим на карту их путешествия, то путь их весьма извились, особенно в районе острова Сахалин и Камчатки. Почему? Карты составлял Иван Федорович Крузенштерн на основе карт его предшественников. Именно Кука, Лаперуза и некоторых других европейских мореплавателей. И Иван Федорович Крузенштерн проложил путь через Тихий океан. Каким образом? Таким, что морякам необходимо было просто покушать по дороге. Каждый проход между островами, где он останавливался, занимает примерно два месяца. То есть два месяца корабли плывут на собственных запасах, потом нужно пополнить свежими фруктами, продуктами, чтобы не было цинги, чтобы не было других болезней. И если нужно было подлатать корабль, то нужно было там найти какие-то стройматериалы, подлатать корабль. И он выбрал очень интересные острова. Сначала остров Пасхи, где у нас, мы знаем, стоят великолепные стуканы Муаи. Затем он выбрал остров Нукухиева, там живут самые татуированные люди на планете Земля. Между прочим, там Крузенштерн и вся его команда, все 129 человек, за исключением одного единственного, сделали себе татуировки. Он сделал себе татуировку на предплечье своей любимой жены, Жюли, на французском языке. Только один отказался делать татуировку члена экипажа, потому что он просто боялся вида крови. То есть вид крови и боялся уколов, и поэтому он отказался делать себе татуировки. Все остальные приплыли в Россию, да, это были первые наши татуированные люди, они потом показывали в салонах. И все же, как проходили исследования уже мирового океана, которые проводил Крузенштерн? Крузенштерну была задана задача, первая задача, проложить первый в России морской путь вокруг Земли, во-первых. Во-вторых, привезти грузы и ценные предметы, которые необходимы были на Камчатке, на Олеутских островах. Необходимы были мачты, например, для кораблей, потому что мы знаем, что на Камчатке там низкорослые деревья, да, и мачту там не построишь. То есть посуху назывался это Сибирский тракт, и посуху Сибирский тракт занимал от Санкт-Петербурга до Камчатки путь до пяти лет. Минимум три года кто-то умудрялся пройти, но в среднем четыре года и, может быть, даже пять лет шел груз из Санкт-Петербурга на Камчатку. Морской путь занимал всего полтора года туда и полтора года обратно. Кроме того, на Олеутских островах добивали выдр. Нужно было шкурки загрузить в корабли, и эти шкурки нужно было потом отправить в Кантон, который сегодня называется у нас Гуанчжоу. И с того места товары дальше распределялись по всему миру, и Крузенштерн должен был проложить этот путь, который, опять же, у нас шел только посуху и занимал два года. Стоит отметить, Крузенштерн был выдающимся коммуникатором. Он собрал всю разрозненную информацию в едином атласе Южного моря, которым пользовались все ведущие морские державы. И сейчас у нас есть уникальная возможность изучить его и другие атласы XIX века более детально. Потомок Николая Миклуху-Маклая, основатель одноименного фонда Николай Николаевич, встретился с потомком Ивана Федоровича фон Крузенштерна Александром Прищеповым, профессором-географом Копенгагенского университета. Это эксклюзивное событие прошло в библиотеке Академии наук. Здравствуйте. Вот это атлас Южного моря, две части. Крузенштерна полный. Из собрания императорской семьи. Как свидетельствует Экслибрис. И здесь также еще один вариант атласа Южного моря, и вторая часть, и два различных варианта атласа на французском языке. Спасибо вам большое. Спасибо. Ну что, Александр, с какого начнем? У нас тут целый набор? Да, у нас целая коллекция. Можно взять российский атлас. Здесь еще не все точно нанесено. Какие-то он дополнил атлас, а там, где отсутствовала информация, он оставил, как это, пустые места пробелы на карте. То есть, получается, вот эти пробелы, они не случайные, это потому что не были исследованы? Не были исследованы, не была точной информации. Если мы пройдем по его путешествиям, началось оно из Кронштадта. 24 июля они собрались, вышли из Кронштадта с попутным ветром, ждали ветра. И отправились в это путешествие, оказались в Тихом океане, на островах Французской Полинезии в начале мая. Ну, а не до этого еще были? Канарские острова. Естественно, они заходили в Копенгаген, чтобы закупить приборы. И на судно прибыл Лансдорф, который прочитал о кругосветной экспедиции и захотел принять участие. Его упрашивал Курзенштерна и Рязанова. И Рязанов тоже упросил Курзенштерна взять Георга Лансдорфа. Это у нас карта Соломоновых островов. Да, уже здесь практически все, мы видим, достаточно точно отрисовано, поскольку эти острова много, их кто посещал. Надеюсь, мы найдем и замечательное место посещения как раз Нукахива и Маркизских островов. Ну и помимо этого мы видим и отрисовку и Новой Зеландии. Достаточно точно уже отрисовка, без пробелов. Новой Зеландии, самая дальняя точка практически от Москвы, от столицы, находится именно в Новой Зеландии. Настолько далеко. Более 10 тысяч километров. Можно стать ученым, не имея академическую степень, а именно правильно использовались методы научного сбора информации, систематического сбора информации. И в этом и заключалась огромная работа Курзенштерна. Благодаря, кстати, его качествам, а именно владению коммуникацией, и он переписывался со многими и учеными, и капитанами, от которых он получал карты, которые они использовали для навигации. И его основная задача была свести весь этот материал и, как говорится, убрать то, что не существует, не существующие земли. И по возможности наиболее точно отрисовать береговые линии тех земель, которые существуют. Что касается уже научных исследований, были какие-то методики, которые, опять же, Курзенштерн использовал? Конечно же, Курзенштерн человек был выдающийся, и он закупил самое лучшее оборудование тех лет, научное оборудование, и микроскоп, и маятники, и прочие оборудования для проведения астрономических исследований. То есть исследования были и биосферные, так скажем. Он стал разначальником науки океанологии, потому что он измерял глубину океана, соленость вод, температуру воды, направление ветра. И каждый день, в удобном случае, он записывал все, что видел вокруг, очень научно и точно излагал. Изучалась фауна, флора островов. Прекрасные были художники на корабле. Между прочим, очень многие участники плавания умели рисовать. Ливенштерн, историки знают Ливенштерна, это такой замечательный человек. Он с юмором описал все, что там происходило. Благодаря его он написал 600 страниц текста, а с юмором он описывал происходящее на корабле. Зачем? Чтобы не ссориться с участниками плавания. Он запирался в каюте и по несколько часов, вместо того, чтобы ссориться, так скажем, издевался на страницах своего дневника над каждым. Кто сколько выпил, кто что там не поделил, как подрались ученые за микроскопа. Так как у них был на корабле микроскоп, они смогли понять такой феномен, как свечение моря. Вот есть такой интересный феномен, когда опускаешь руку в воду, и вдруг вокруг руки начинает все светиться таким голубоватым сиянием. И взяли капельку воды, положили в микроскоп и наконец-то увидели маленьких светящихся сущностей. Как о них описали, маленькие рачки, маленькие живности, светящиеся червячки, то есть как они их только не называли. Но тем не менее, они наконец-то увидели, что именно вызывает свечение моря. Вот такое вот интересное открытие они совершили по ходу странствий. То, что вы описываете, очень напоминает художественный фильм «Аватар» или, например, «Жизнь Пи». И, как мы помним, этот индийский парень, он когда путешествовал на своем плоту по океану, натыкался на разные острова. Что касается кругосветной экспедиции Крузенштерна, какие географические открытия совершила команда? Так как два корабля стоили безумно дорого, следовательно, желательно, конечно, было их, эти корабли, везти по уже известным маршрутам, чтобы не было мелей, чтобы не было никаких новых островов, чтобы, не дай Боже, ученых не съели каннибалы по дороге, потому что на незнакомых островах могли быть очень враждебно настроены жители. Следовательно, Крузенштерн ввел свой корабль очень аккуратно, тем более его трюмы были нагружены подарками от самого императора, японскому императору, ведь он вез японское посольство на своем корабле. Следовательно, Крузенштерн старался никуда не сворачивать, тем более Лисянский сделал так, что при распределении двух кораблей, которые он лично закупил в Лондоне, Крузенштерну достался огромный неповоротливый корабль, а у Лисянского был очень легкий маневренный корабль. И если посмотреть на карте их маршрут, прочерченный, то можно увидеть, что Крузенштерн, к сожалению, обошел остров Пасхи. А вот Лисянский очень шустро заскочил на остров Пасхи, описал там местных жителей и узнал, какое их количество. То есть оставил бесценный этнографический материал, чем тоже прославился в науке. Он успел, Лисянский, открыть все-таки остров. Ну, он его как-то никак не назвал, но Крузенштерн все-таки, отдавая дань своему другу, дружбе с этим человеком, остров назвал остров Лисянского. А вот риф рядом с этим островом, на который чуть было Лисянский не напоролся, был назван рифом Крузенштерна. За пределами России географические объекты, носящие русские названия, можно встретить по всему свету. Но самое большое их количество сосредоточено в океане, крупнейшем регионе нашей планеты. Список из 129 исторических топонимов, составленных российским и австралийским учеными, были опубликованы в коллективной монографии «Российское цивилизационное наследие. Русские топонимы в южной части Тихого океана», которая будет использована для создания первого в истории науки атласа мира русских географических названий. Фонд имени Миклуха Маклая запустил в соцсетях серию постов на эту тему. Их можно найти по хэштегу «Русские топонимы». Ракаханга, или «Остров Александра», назван в честь императора Александра I, покровителя громких путешествий первой половины XIX века. Он благоволил в исследованиях самому Крузенштерну, поэтому неудивительно, что участники первого кругосветного русского путешествия под руководством Ивана Федоровича Крузенштерна, Белинсгаузен и Лазарев, во время уже своей экспедиции дали имя острову Александр. Этот живописный коралловый атолл еще называли «Островом прекрасных людей» с легкой руки священника Хуана де Торквемада, которого впечатлила красота местных жителей. Мы знаем, что сейчас в подобных экспедициях подбирают все-таки психологически совместимых людей. Тогда, я так понимаю, не было такой возможности и трудно пришлось нашим героям. Пришлось на самом деле очень трудно. Психологически ситуация была очень сложная. Крузенштерн проэкспериментировал и отменил телесное наказание. Он считал, что человек, когда ему давишь на достоинство, словами, он работает лучше, эффективнее. И когда у человека появляется совесть, то, давя на совесть, можно добиться большего, чем лупя человека палками. Общение с аборигенами – это важнейшая часть любой экспедиции, если мы говорим о наших морских исследователях. Так вот, как это удавалось Крузенштерну? Вы знаете не только Крузенштерну. Дело в том, что с аборигенами контактировали почти все участники тех экспедиций, в ходе которых были открыты новые острова. Да не только новые, даже в те, которые были известны европейцам, надо было как-то находить общий язык с аборигенами. Так вот, до нас дошли инструкции, которые и Морское министерство России давало командирам экспедиции, и те инструкции, которые командиры экспедиции давали командирам кораблей, входящих в эти экспедиции, там всегда говорилось, что, я не цитирую, но говорю близко к тексту, лаская диких, надо избегать каких-либо конфликтов с ними и по возможности не применять силу. И как же их ласкали? Лаская – это просто старый русский язык. Я понимаю. Надо было, ну, обращаться с ними вежливо, так сказать, не задирать, не показывать, что русские гости намного выше развитей. И действительно, практически никаких конфликтов не было. Если встречали враждебно, а такое бывало, ну, просто русские уходили к каким-то другим островам. Но, как правило, вот встречи были достаточно доброжелательные, в том плане, что ведь надо было как-то получить от местного населения продукты питания, запастись водой. Поэтому, ну, действительно, русские относились к ним гуманно. Хотел бы я тебе рассказать интересную историю. Мы видим как раз, каких статных таких, я описывал как раз Крузенштерр, насколько сложены атлеты, настоящие атлеты-нукахевцы, как у них произошел контакт. Ведь когда пришла Невая Надежда в бухту, то к судну пришла, я бы так сказал, пирога, и на ней стоял вождь судна, и он держал, как бы мы сказали сейчас, пальму мира, цветок. И Крузенштерн его встретил, пригласил на судно, и ему были сделаны подарки. Его напояли чаем, он увидел сахар, и был в полном восторге. А Крузенштерн ему подарил несколько отрезов из красной ткани, которые, естественно, вождь обернул вокруг себя. Настолько ему понравилось находиться на судне с русскими офицерами, что он не хотел сходить на берег. Он все время ходил, красовался, смотрел на себя в зеркало. Ему понравился сахар, пить чай с Крузенштерном. И в какой-то момент нукахевцы стали переживать, что их вождя захватили. И они стали собираться на острове. И только после того, когда показали живым и здоровым вождя, они успокоились и разошлись. Русские пришли с исследованием, и им надо было также пополнить запасы, естественно. И была установлена торговля. И все вещи оплачивались. То есть было установлено, что за свинью должны дать топор, не меньше, не больше. И если что-то другое, то выбирались отрезы, либо металл. И шел натуральный обмен. То, что было необходимо нукахевцам, и то, что было необходимо для пополнения провианта на судне. Даже вода, которую наполняли воду, она оплачивалась, поскольку оказалась на острове превосходная вода. Когда они были на острове Нукахева, то ученому по имени и фамилии Телезиус удалось записать песню Людоеда. То есть он положил эту песню на ноты, записали слова. А так как на острове был беглый матрос китобойного судна французского происхождения, то есть француз, и он был татуирован тоже с ног до головы, то Крузенштерн взял его с собой тихонечко. Француз за 8 лет хорошо выучил местный язык. И, соответственно, он оказался прекрасным информантом для Крузенштерна и его ученых. Они записали слова этого языка Нукухевского на Маркизских островах, который был в ходу, и какие-то предания, легенды, сказки, возможно, небольшую историю, кто кого когда завоевал на этих островах. И, конечно же, вот эту вот песню людоеда удалось перевести и записать на языке этих самых людоедов. Каннибализм существовал, поэтому путешествие было столь опасным, и очень-очень непредсказуем был конец этого путешествия. Ведь, правда, могли просто-напросто съесть, как съели Кука на сандвичевых островах, которые сейчас гавайскими у нас называются. Но Кук их назвал сандвичами. Хребет Бера, что на северо-восточном побережье острова Новая Гвинея в заливе Астролябия, был назван великим этнографом-путешественником Миклуха Маклаем в честь выдающегося ученого, убежденного моногениста и сторонника равноправия рас Карла Максимовича Бера. Гуманисту Николаю Николаевичу были созвучны идеи Бера, особенно о том, что разгадку происхождения человека можно найти на островах Океании. Результаты исследовательской работы Крутенштерна описывает трехтомный атлас, включающий в себя 104 карты и гравюры. Только ли для России этот труд оказался бесценным? Разумеется, не только для России. Этот атлас довольно быстро переведен на все основные европейские языки, потому что это было время, когда только шло открытие островов Океании, и русские, в частности, эта первая русская кругосветная экспедиция внесла, конечно, огромный вклад. Но не только атласы, ведь были открыты и новые виды растений, и морские пути проложены, нижеокеонографические исследования тоже проводили. Поэтому, разумеется, вклад научной первой русской кругосветной экспедиции имел международное значение. И огромное значение для России, потому что это первое кругосветное плавание, которое подняло на новый уровень возможности нашего флота и технические возможности, и кадровые возможности, потому что в этой экспедиции участвовала плеяда моряков, которые потом стали сами руководителями кругосветных плаваний. Это можно считать вкладом в развитие уже дальнейших путешествий? Конечно, конечно, конечно. Вот, как писал исследователь истории русского флота, адмирал Веселага, кругосветные плавания были лучом света и глотком воздуха для русского флота. Они очень большую роль сыграли. Ну и для престижа России, конечно, да еще и международное значение было. В парадной адмиральской форуме с кортиком на бедре, перекрестив руки и в некой задумчивости на набережне лейтенанта Шмидта стоит Иван Федорович Крузенштерн. Надпись на пьедестале единственного памятника великому русскому моряку и исследователю гласит «Спеф Ретус, живущий надеждой», напоминая прохожим и в первую очередь курсантам военно-морского института о славном выпускнике, который первым в России обогнул на корабле надежда весь мир. По возвращению императрица-мать Мария Федоровна пожаловала путешественнику бриллиантовую табакерку в знак высочайшего благоволения. Правда, это был скорее утешительный подарок. Неспроста императрица Мария Федоровна одарила Крузенштерна бриллиантовой табакеркой в знак своего признания. И все же, как дальше сложилась судьба этих удающихся людей? Когда Лисянский открыл остров и прибыл в Санкт-Петербург на две недели раньше и всю славу получил себе, представляете, все СМИ гремели о том, что первая экспедиция российская, кругосветная, состоялась. Прибыли корабли с интереснейшими историями, с татуировками, со всем прочим. И через две недели прибывает Крузенштерн. И когда прибыл Крузенштерн, ну, ситуация была такая. Ему сказали, ты прибыл? А, ну, привет, как бы. И все. Это была кровная обида, и они больше потом не дружили и не очень-то общались друг с другом. Вот такая вот история конца дружбы. И все же, почему корабль Лисянского пришел первый? Лисянский не подчинился плану Крузенштерна, который заключался в заходе в некоторые порты, благодаря которым два капитана должны были синхронно прибыть в Санкт-Петербург, в Кронштадт. Тем не менее, Лисянский решил плыть первым, и вот это как раз послужило причиной нарушения их отношений. Отношения были очень-очень сложные между двумя командами кораблей, между двумя капитанами. Все понимали прекрасно, кто на самом деле первый главный капитан, это Крузенштерн. Именно поэтому Крузенштерну поставили памятник в Санкт-Петербурге потом. Санкт-Петербурге. 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 Санкт-Петербурге.